Саранск не впервые становится местом проведения соревнований «Шиповка юных». В феврале этого года состоялся региональный этап состязаний. Участие в нем принимали 432 человека. А в марте прошел финал ПФО. Следующий этап – соревнования между представителями разных регионов страны. Они собрали на манеже Центра олимпийской подготовки в столице Мордовии ребят трех возрастных групп. 2011 и 2012 годов рождения, 2009 и 2010 годов, а самым старшим – по 15-16 лет. Главная цель этих соревнований – это приобщение к легкоатлетике и заложить хорошую многоборную подготовку. Здесь и бег, и прыжки, и метания. Дети в этом возрасте еще специализации не выбирают. Они делают все. А уже потом, когда дети будут заниматься серьезной легкоатлетикой, у кого что будет получаться. Кто-то будет спринтером, кто-то может прыгать в длину, кто-то метать, кто-то бегать будет. То есть здесь развиваются все качества – и ловкость, и выносливость, и быстрота. В программе соревнований для младшей возрастной группы – прыжки в длину или в высоту на выбор и забег на 60 метров. Прибежать первым из пятерых – задача непростая. Важно помнить о технике еще до старта, чтобы увеличить свои шансы на победу. Соревнования проходят не только среди тех детей, которые уже занимаются активно спортом в спортивных школах, но и обычные школьники. Сельские, городские школы принимают участие. Так что это достаточно широкий пласт детей, который мы охватываем. Это наше будущее, мы считаем. Для легкой атлетики надо везде, чтобы школа была. И вот на шиповке юно как раз помогает, потому что это начинается со школы. Организаторы соревнований отмечают спортивные объекты Республики Мордовия. Подходят для проведения подобных соревнований практически идеально. Успели оценить легкоатлетический манеж и сами участники состязаний. Он огромный, очень классный манеж. Обожаю заниматься легкой атлетикой, езжу на соревнования. А вот эти соревнования первые настолько масштабные, выездные. Очень долгая была дорога, мы готовились и настроены на победу. Победителей во всех возрастных группах на манеже в Саранске судьям предстоит определять до 28 марта. Марина Василевская, Сергей Кувакин, Народные новости.